В ходе беседы стороны высоко оценили проекты, реализованные в регионе властями и неправительственным сектором АТО «Гаузия» при финансовой поддержке Словакии. Так, при участии правительства Словакии только за последние годы в Камрадсе был открыт молодежный центр и ряд проектов были реализованы в Чадрелунге. Центральная районная больница Чадрелунги получила партию медицинского оборудования для лечения больных коронавирусной инфекцией. Большое внимание при финансировании проектов уделяется молодежи. Основной акцент мы ставим на молодежь, кроме того на услуги населению. Посредством нашего клиентского центра мы будем предоставлять лучшие услуги для различных слоев населения. Мы также ставим акцент на наиболее уязвимые свои населения, а также на людей с ограниченными возможностями. Поэтому сегодня вот еще этот центр посетим для детей с ограниченными возможностями. И еще один фокус наших проектов – это молодые люди, это молодое поколение. Башкан Гагаузии Ирина Влах отметила, что задача региональных властей – это создание достойных условий жизни и новых возможностей в Гагаузии, чтобы молодежь могла себя реализовать в автономии. Мы научились у Словакии создавать центры, благодаря которым мы можем поддерживать социально уязвимые слои нашего населения. Очень много проектов позволили нам научиться новым видениям, новым планам. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Я очень хотела, чтобы мы и дальше работали, и учились в развитии сектора IT. Для нас это очень важно, необходимо. Поэтому мне хочется, чтобы сегодня у госпожи министра было много хороших впечатлений, эмоций, желания вернуться обратно в Гагаузию и поддержать наших молодых людей. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Словацкой Республики Ингрид Бородского посетила социальные объекты, в которых реализуются проекты, финансируемые Словакией. Майя Садович, Татьяна Ставилова, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ Новости.